Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала. Существует много мифов и заблуждений касаемо аниме Наруто, в которые люди почему-то верят до сих пор. Я в этом видео попытаюсь развеять их все, ибо за это время, проведенное на ютубе, я стал часто замечать этих людей, которые верят во все это. Ну а теперь, давайте приступим к видео. Желаю вам приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Первый пример это Шисуи, он с одним глазом использовал Сусана, а вот второй пример у Чиха Мадара, который вообще без глаз смог юзнуть доспехи. Следующий миф, который появился из-за тупых филеров относительно истории Хагорома. Он гласит, что Ринниган – следующая ступень Шарингана. Но это абсолютный бред, который либо придумали, либо неправильно показали аниматоры. Ринниган – это дадзюцу, проявившаяся у Мудыца Шести Путей. И его можно пробудить, воссоединив две реинкарнации – Индру и Ашуру. То есть нужно воссоздать чакру Хагорома в одном теле. И Мадара именно таким образом пробудил Ринниган. Третий по счёту миф – Саски обладает Ринни Шаринганом. Нет, нет и ещё раз нет. У Чиха Саски пробудил в своём левом глазу обычно Ринниган. Но у него внутри глаза есть шесть томоэ. Это так произошло из-за того, что он не потерял и Мангекю. То есть в левом глазу у него и Мангекю, и Ринниган одновременно. И ещё один фактор – в Ринни Шарингане девять томоэ, а в Риннигане Саски только шесть. Второе место занял миф, который говорит, что создателем Розенгана является либо Джирайя, либо Ашура. Но это нифига не так. Официально технику Розенган изобрёл на Микадзе Минато, четвёртой Хакаги деревни Коноха. Он изобрёл его, изучая бомбу хвостатых. И поэтому шар получился круглым. А вот филлеры с Индрой и Ашурой просто показаны так. Они не смогли придумать что-то новое. Насчёт Джирайи – он первый человек, который смог выучить технику четвёртого, да. Но никак не является создателем этой техники. И самый главный миф. Он очень популярен в суде фанатов Итачи. Мол, существует какое-то интервью, где Кишимото назвал Итачи сильнейшим. И специально слил его, чтобы тот не мешал сюжету. Ибо он слишком легко разобрался бы с Мадарой. Я долго искал этому доказательства и нигде не нашёл. Я ещё в своём видосе про Итачи сказал про это. Да, никто не отрицает, что у Итачи просто огроменный потенциал был. Но по факту Мадара сильнее, чем он. Даже без Десятихвостого всё равно Мадара был бы сильнее. Ибо Итачи не хватало опыта, физухи и чакры против него. Итачи умер рано и это факт. Ну вот и всё. Надеюсь, больше не будет разводить срач из-за этих заблуждений. Хотя, что я говорю. Даже под этим видео будут люди, которые всё равно будут спорить со мной. Ну что ж, на этом всё. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте уже добьём эти 40 тысяч подписчиков. А с вами был Анивзоров. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok